Мобильные переводы денег будут регулироваться законом. Соответствующие поправки по налогообложению разработали депутаты. Сегодня они представили нормы в Можелесе. Дело в том, что многие предприниматели принимают мобильные переводы как оплату за товары и услуги. Тем самым скрывают свои реальные доходы. Не проводят фискализацию чеков, а значит и уклоняются от уплаты налогов. К слову, никакой дополнительной налоговой нагрузки на бизнес не будет, заверили разработчики. Этот шаг лишь покажет реальную выручку бизнеса и обеспечит прозрачность в сфере финансовых операций предпринимателей, уверен спикер Можелеса Нурлан Нигматуллин. К тому же и потребитель будет защищен законом. Должна появиться строка платеж. Мобильный платеж, либо мобильный перевод. Если переводы, оно осуществляется среди родственников, как мы сегодня обсуждали. А платеж это за товары, работы, услуги. Если вы перевели, оставили свою возможность защитить свои права как потребителя, потому что вы же перевели, они купили как будто что-то. Если бы вы купили, вам бы был выдан чек, вы бы указали, что это оплата за товар, услугу. Впоследствии как потребитель могли предъявить требования по качеству отгруженного товара, вернуть этот товар. То есть вы потеряли свои права как потребитель. Одобрили депутаты и пакет поправок по внедрению трехзвенной модели с разграничением полномочий. Зон ответственности между правоохранителями, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования. По новым нормам прокурор будет давать независимую оценку собранным органам уголовного преследования доказательством. А затем ему передается право составления обвинительного акта. Добро Мажелиса получил и ряд ратификационных законопроектов. Казахстан безвозмездно передаст Таджикистану и Кыргызстану военную технику и боеприпасы из своих запасов для отражения угроз, которые могут возникнуть со стороны Афганистана.